Приветствую вас! Наиболее очевидным вариантом вашей ситуации мне представляется то, что вы живете в условиях несвободы, в условиях подавления своей семьей, в условиях ожиданий чего-либо от себя, то есть как бы, условно говоря, от вас чего-то ждут постоянно, от вас ждут каких-то действий постоянно. Мне кажется, что основная проблема и беда именно в этом, в том, что вы постоянно находитесь в каком-то напряжении по поводу именно того, что вы должны делать. Я, конечно, могу ошибаться, но практика, она, как правило, показывает именно это, что вот именно то, что это происходит в условиях несвободы, к сожалению. Вот. Что в этой ситуации делать? Я полагаю, нужно работать с детско-родительскими отношениями, в частности, работать с детско-родительскими отношениями, для того, чтобы освободить вас от тех ожиданий, которые, возможно, у вас имеются. Вот. То есть мне видится ситуация вот такой. То есть если я прав, и если вы действительно несвободны очень сильно, очень сильно, если вы очень сильно несвободны, если вы обязаны, получается, ну, если вы чувствуете, что вот прямо обязаны делать то, что вы, например, делать не хотите, если у вас есть такие ощущения, то в первую очередь именно с этими аспектами и нужно вам взаимодействовать, чтобы освободить вас от этого. Вот. Это первое, что хотелось бы сказать. Что касается второго, то очень важный момент, который вы нам совершенно не раскрываете, очень важный момент касается того, с чего началась вся эта история, связанная с таким апатичным ощущением. То есть, ну, совершенно очевидно, что в вашей жизни что-то произошло. То есть вот вы делали, 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 делали какие-то вещи, да, вы делали какие-то вещи, вы занимались чем-то. Вот. А потом, внезапно вы потеряли, как бы, тягу к жизни. Понимаете? То есть, это не то, что происходит, скажем так, внезапно, да, это скорее то, что происходит как раз-таки постепенно. То, что происходит постепенно. Либо то, что происходит в результате определенных травмирующих ситуаций, в результате определенного негативного опыта, который вы, может быть, получили. Вот. Но, так или иначе, так или иначе, этот опыт, если он и был, да, так или иначе, этот опыт, если он есть, вот. Вот. Его нужно исследовать. Понимаете? Нужно исследовать этот опыт, чтобы понять, что за ним стоит, что находится за этим опытом, находится за вашим опытом. Да, вот. Какие моменты вы пережили. Что вы пережили. Вот. То есть, это вот все то, на что вам, ну, как минимум, желательно обратить свое самое вот пристальное внимание. Да? Вот. Как минимум, это то, на что вам нужно тщательно посмотреть. Вот. Это то, что вам нужно очень тщательно постараться увидеть для себя. Вот. Потому что это зависит от вас. Вот. И уже в дальнейшем, я полагаю, что можно было бы это все поисследовать, да, и прийти к каким-то выводам, прийти к каким-то решениям, которые могли бы вам помочь. Но очень важно, чтобы, вот, при наличии, при наличии вашей зависимости от родных, если она есть эта зависимость. Вот. Очень важно, чтобы вы, в первую очередь, снизили уровень влияния этой зависимости на вас. Вот. Потому что без этого, действие, действие психотерапии будет очень слабым. Вот. Это то, что я могу вам сказать, исходя из своего опыта, исходя из того, что, ну, исходя из тех, значит, моментов, которые мне известны. Вот. С точки зрения, опять же, соответственно, профессиональной психотерапии. Вот. Заранее обвиняюсь, если какие-то вещи вам были неприятны, это вот я сказал, но, тем не менее, я надеюсь, что вы здесь, именно для того, чтобы решить свои проблемы, а не для того, чтобы слышать те вещи, которые вы хотели бы услышать. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. я буду рад вам ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.